Здорово, ребят. У меня для вас есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая мне задонили на реплей. Плохая, и это пожилуха на бродах. Скорее всего. Я уверен в этом. Вот вам котик. Сочувствую кому-то. Но мы же все знаем, что большинству, конечно, пожилухи нравятся. Поэтому сочувствую только кому-то. За Гондор играет Фокус. А я знаю, кому я сочувствую. Джерри Ди. От души сочувствую. А за Ангмар играет Шах. Шах. Так, значит, Шах. Использует тактику победителя какую-то. Тут вроде бы стандарт с сеточкой строится. Ну, я бы так не делал, но ладно. Он хочет больше денег просто. Если бы был нормальный матч, то, по сути, эти фермы можно безразменно снести. Это неправильно. Так, форвард бараки. Дабл форвард барак. Или, как говорят старкрафтеры, прокси бараки. Что он может получить? Крип здесь. Этот он и так мог бы легко забрать. Здесь тролля может забрать. Ну и, по идее, этого тоже. На базе у него две фермы. Одна тоже без защиты. Мне кажется, я музыку забыл подрубить. Да. Упс. С музыкой лучше. Не, ну... Это, в принципе, может сработать. Если... Если противник не рашит, а крипится, то это может сработать. Но если он рашит, то вы, по сути, катку проиграете. Так, он троллей хочет забирать. Я на стриме недавно похожую херню пытался делать. Правда, ну, без прокси бараков, а просто в дабл крип. И... Кажется, я против ми поиграл. Я проиграл. Причем очень быстро. Это что-то неправильное. Одного отряда копейщиков достаточно. Есть, конечно, маленький шанс на то, что они испугаются, но... Ну, такое. Ну, зря время потерял. И вот незадача. Чел крипится. Хотя, ну, фокус тоже какую-то херню делает. Но зачем мечники? Я не разумию. Если копейщики делают все сами. Ну, тут, короче, тактика, и он ее придерживается. Здесь также два отряда копейщиков. То есть, та же проблема. Можно было бы по каждому этому отряду копейщиков поработать мысленно и превратить их в мечников орков. Как минимум, можно было бы с этими ребятами сражаться. Ну, тут он забрал бабло. А здесь у фокуса есть шанс ему помешать. И, видимо, тактика заключится в том, чтобы в раннего халдара выйти. Он подбирает... Все деньги подбирает. Отлично. Шикарно просто для него. Но эту точку он теряет. В принципе, можно было бы делитнуть барак. Но у него фермы. То, что он две фермы потерял, пускай их не снес противник, но он все же их потерял. И это печально. Здесь он уводит. Оказывается, халдара он строил здесь. То есть, чуйка шаха не подвела. Он, видимо, чувствовал, что сверху слишком опасно, а снизу более-менее норм. Агрессивка здесь не нужна. Потому что его убьют таким образом. Нужна оборонка. Да, и вот перегруппироваться. Но так как он очень много урона получил, ему придется просто свалить. И бомжи без бафа останутся. Но фокус испугался. Надо было дальше сражаться здесь. Не важно. Надо было разменивать эти войска, тратить время противника. Вот у него тут подкрепление подходит. Ну, благодаря тому, что фокус отступил, шах получает второй левел. И еще бабла. И он еще забирает тут. Ну-ка. 4 на 3 в кармане 2 куска. Неужели это еще и тактика в фаст каче? 2 500. Сейчас еще 3 сотни капнет. Войска он не строит. Эко он немного подстраивает. В принципе, он может себе позволить сыграть в фаст каче. И фокус просто офигеет от такой наглости. Ведь по факту ему нечем это контрить. Ну, крипов больше нет. Сейчас будут под... Да, это фаст каче. Надо сносить вот это вот дерьмо все. Самому. Он же 4 каст стоит. Или 4 500. 4. Заказал. Итого, каче на двух фермах. Проблема в том, для фокуса, что ему нужен берегонт третьего левела и фармер второго левела, чтобы убить каче. Но это не проблема. Проблема в том, что ему не на чем их качать. У противника буквально нет зданий и нет войск. Вот. Если он выйдет в три бушеты, чтобы снести крепость, он проиграет. Он копит войска, но у него нет разведки. Он, ну, он, возможно, догадывается, что там качает. Но точно он не знает, какая тактика. Это большая ошибка. Так как, по сути, карта должна быть под его контролем. Есть единственный вариант здесь не соснуть, но он его уже потерял, к сожалению. Можно было бы застроить противник, скажем, вот здесь, бахнуть застроечку и насрать кучу вышек. Таким образом, каждый раз, когда будет сражение, фокусить вышками качи. Они не так эффективны, но, тем не менее, они наносят стабильный урон, благодаря чему качи можно убить или сильно покоцать и напугать. Так, сейчас будет боль. Икс нужно прожать. Молодец! Нифига себе! Фокус удивил. Очень сильно удивил. Берегонт у него там есть. То есть, как бы, окей. Значит, фокус додумался, что там качи. Поэтому он не нападал и он решил все-таки через классику играть. Через берегонта и, походу, фармер скоро будет. Эко у него там есть. Сомнительно. Ну, ладно. Возможно, он надеется, что благодаря тому, что он сейчас законтрил ветер, он вышел сухим из воды. Но качи все-таки остается на поле боя. Просто Шах боится. Без прикрытия его посылать. Войск у него нет. Он надеялся, наверное, что он через ветер возьмет третий левел и потом страх заюзает. Но что-то пошло не так. Но под крепой нет смысла сражаться. Если копейщики подохнут, а их мало, то качи просто наглую лучников заберет. А вот и фармер. Кто-то там завывал жалобную. Так. Осталось качнуться. Эки мало. Эту можно забрать. Если вы вдруг решите играть такую же херню, как Шах, то в такой ситуации ныкаете лучше фермы. То есть вот типа здесь, здесь, вот здесь, в каких-то необычных точках натыкаете фермы, чтобы чел не мог просто так подойти. Ну, фокус неправильно сейчас делает. Ему нужно контролировать карту. Ему нужен обзор. Нельзя бегать одной пачкой сейчас. У него-то, по сути, армия нормальная. Пока нет ветра, качи не страшен. Нужно делать застройку и хотя бы пару отрядов послать на фланги. Видимо, он слишком сильно качи боится. Может, там какой-то еще дорогой герой заказывается. Не знаю, зачем я сказал еще. Просто какой-то дорогой герой. То есть, например, Арагорн может сражаться под Блейдмастером с качи. Бормер может там чуть-чуть его накоцать. У Бормера слишком низкая атака, а качи, кажется, нельзя отбросить. Ну или можно, но шанс очень маленький. Ну что ж, шаг обнаглел, потому что ветер практически есть. Ему нужно качаться. И в этот раз получилось. Получилось. Третий взял. Страх нужно прожать. Хотя фокус не отступает. Можно фармить дальше. Четвертый левел. И топорик есть. Прожал страх. И все, походу, это победа. Охренеть. Ему это сошло с рук. Это сразу. Так, ну немного войск есть еще. Кто-то подох. Фармер подох. И уже пятого левела. Решил призраков наспаунить. Не, ну все. Можно сдаваться 12 минут. Пиздец. Ну хотя ладно, это не такая уж пожилуха. Ну в том плане, что это забавная эстрота. Ну фокус не сдается. Агрисков у него много осталось. Но желание воевать кажется не осталось совсем. Он уже просто фидит свои войска. КЧ уже шестого шаг за фрагора еще построил. Не, ну а хули, че ему париться-то. Я понять не могу. Фокус просто АФК что ли? Такое впечатление, что... Не, ну ладно, эти войска он отправил, но эти на автоатаки воюют, если че. хз. Практически в два раза больше Эки. Но шанс на халявную победу он потерял. Но у Шаха по-прежнему ничего нет. Один КЧ. Пока он не восьмого уровня, жить можно. Можно кстати законтрить, ну не законтрить, а скорее как-то выдержать эту вот тему с колдовским ветром. Для этого нужно выбрать вашу армию, нажать левую и правую кнопку мышки и сделать построение в линию как можно шире, чтобы он стянуть всех не мог. Вы потеряете там пару отрядов максимум. Вот. Армия останется более-менее невредимой. И можно будет дальше сражаться. Но топорик. У него герои насколько я понимаю не качаны. Да, до сих пор Берегонт не получил третий фармер где-то там был. фармер должен был второй взять. Он какую-то часть войск убил. Выход а вон второй я случайно на него кликнул. Выход в рейнджеров мне если честно не нравится. Они очень сильно дамажат если им дать огненные стрелы но если он будет закучкован и он просто всех потеряет лучше потерять отряд за 300 монет чем отряд за 500 монет логично же надеюсь вы этого не слышите с улицы доносятся очень странные звуки как будто кто-то трахает собаку и ей это не нравится скорее всего это какие-то дети в смысле не дети трахают собаку а дети издают эти звуки маленькие дети вообще супер мерзкие существа они издают всякие странные звуки непонятные мне в конницу выходят ой нет нельзя здесь сражаться нельзя сражаться нет фокус тебя же трахнут фокус не надо бля ой фокус фокус по резку брони своим пацанам закинул их не сдержать ну где отбросил что ли бор мельгерон без комментариев самые умные ребята в казахстан побежали шахтать забыл отряды призвать о ноу фокус спас фармера там третий левел качешка практически седьмого кажется фармер далеко не убежит но это не точно а тут что тут все в кд бор мир не должен умирать если если фокус увидит то бор мир его легко может убить уже не может фокус увидел но слишком поздно так стрелу стрелу отдай отдай стрелу но по идее если бы сделал это когда он был возле фонтанов мог бы убить но я возможно я не прав возможно у него слишком большой левел чтобы лучники его так быстро замочили но теперь есть полная порезка брони но две больших армии были просраны и качи уже неплохо так прокачан ну и да третий тир уже есть фармер то по-прежнему не имеет антистраха кстати куда он делся чтобы чтобы повелевать вон он в деревьях заныкался нужен пятый лав то есть шах может использовать станилку ему нужно похилить качи обязательно какие-то он там грейды сделал эко дотянул но неплохо странная тоже ситуация когда у фокуса была большая армия он в атаку идти не хотел теперь у него армия очень слабая теперь он идет в атаку был бы здесь а окей все все фокус реабилитирован у него заградился огонь но он почему-то отступает возможно сюда пойдет да он может теперь здание сносить лучниками нет не будет ну хотя бы какой-то залетный отряд тропейщиков отправил туда и шаг реагирует на это своими мечниками видел же что там сила качена зафрагоре можно было бы побежать вверх потянуть время получить какую-то прокачку что-нибудь ну ладно он что-то задумал явно а он хочет дать флаги можно было бы с этими кучкануть вот амар горн есть воды дал флаги конец уже тоже нет копейщиков в принципе ветер будет использован на его армию так что он может спокойненько давить конницей может получится но маловато конечно два отряда но посмотрим костоломы забирают ферму еще одна ферма упадет от метателей фоксу нельзя продвигаться вперед он 100% проиграет поэтому он ждет но шах не идет в атаку фокус показывает свою конницу но возможно это и к лучшему он хотя бы экономику посносит ему нужна какая-нибудь прокачка возможно надо было играть в южные провинции и серую компанию закидать призыв шах отступает почему-то ой лол оказывается фокус забыл своих пацанов на базе самые главные дпс этот реплей из интересной пожилухи плавно превращается в просто пожилуху так 12 очков в кармане 7 очков в кармане ветер есть снова плохая позиция хотя он чуть-чуть войска отправил вперед хотя бы не все закучкованы но как только началось сражение следовало отступить вот сюда и раскучковать войска в линию и все было бы нормально ну ладно ловит стан очередной правда станет еще и войска противника зачем-то он решил отдать лес ну то есть понятное дело чтобы нельзя было он закинул лес чтобы они застанились чтобы нельзя было использовать антистрах вот но антистрах качевы не сработал он далеко но он мог бы при помощи халдара выйти из тана но фишка в том что тут не армия угрозу представляет а сам качев так погодите я а вот я на секунду решил что он его убить смог апгрейды вместе с броней нифига себе если выйти в этих ребят с броней и флагами то они не будут бояться качев но качев скоро 10 левел получит как скоро за еще одно сражение удачно сейчас нужно наступать между прочим несмотря на то что фокус снова проиграл стычку у шаха до сих пор армия очень слабо выглядит и теперь фокус 100% знает что у шаха нет ветра нет стана он же юзал его кажется а блин у него вообще его не было точно он правда не знает что тут 25 но я бы пошел в атаку сейчас определенно лучше сейчас пойти в атаку просрать всю армию на 25 будет больше времени построить новую чем ждать пока у него все откатится и потерять армию тогда когда он сможет еще и дальше в атаку пойти в атаку такие дела но к сожалению не судьба фокус ждет поэтому мы с вами ускоримся с кресли герои там конница фармит эко шах абсолютно никак на это не реагирует шах на минорцев наделал метки раскинул силу качи дал на марномарта он готов ну и у него все откатилось походу да у него все есть тем временем фокус грейдит свою крепу шаха оверкап ну или соплей блок и огромная куча денег он может две крепости здесь построить если захочет скидка есть значит он потерял один раз маргомира можно на второй барак скидку закинуть или может не терял она откатилась ну что ж понеслась копейщики бегут в ближний бой лучники далеко фокус таким образом решили запомнили скидку скидку юз косой ветер затем затем 25 хотел за фрагор еще что-то проюзать но они все очень быстро подохли бармир и копейщики получают хаму качель но они с броней они толстые кстати так что им придется умирать по старинке вот лучников удача все-таки немного улыбнулась фокусу он убил зафрагора убил марномарта убил халдар ничоси шестой левел у него ну к сожалению арагорн только зафрагора убил двух других героев кто-то походу крепо добил не получил опыт за них и сейчас наверное даже локти кусает себе шахту что он проюзал свой ульт на пару отрядов но я сомневаюсь что фокус сможет выиграть этот матч шах сейчас будет работать над получением лавины можно было бы эту пачку продавить но двух отрядов конницы явно не хватит четвертого помним что качи имеет антилидер пачку хотя я сейчас немного засомневался в этом да да у него антилидер то есть броня не работает пока там качи почему он отступает это загадка возможно это какой-то хитрый план эта армия не выиграет эту армию даже если бы тут качение было но бы конницы больше что у фокуса вообще творится денег много почему бы не сделать орду конницы допустим этот отряд дальше будет ездить кстати дай броню будь человеком этот отряд дальше будет ездить и фармить одного отряда ну видно что шах не боится копия он не делает он только лукарей строит на базе будет копиться пачка и в какой-то момент она приедет и задавит всех лукарей хороший же план пока ульт не проюзан кч уже типа такую угрозу не представляет шах настолько на расслабончике играет что он я забыл как это обилка называется час короля чародей он на отряд конец заюзал держу в курсе хотя ну ладно наверное справедливо было бы сказать что его должна настичь карма и он проиграет из-за того что он настолько уже верит в себя но на самом деле он лол что это еще было он не проиграет тут невозможно проиграть короче фокус провязал стан боромера затем понял что обосрался кинул землю и третий тир и таким образом застанил армию противника но вопрос остается открытым зачем у него было немножко копейщиков которые ни разу не тыкнули этих лучников призываются армия мертвецов и это самое странное решение которое можно было придумать в этой ситуации потому что он играл через разрыв в облаках можно было призвать рахирим посносить если даже не крепу то ну я бы не крысил крепу против ангмара ведь он может заморозку кин но можно было бы посносить экономику я потом посмотрю ну в принципе мертвецы огромное количество очков ему нафармили ну теперь у фокуса только одна надежда победить в макро никто из игроков особо не разделяет войска это кажется первое когда я вижу в этом матче какое-то разделение от шаха хотя он отправлял одиночные отряды копейщиков чтобы коница подохла еще там по мелочи вот фокус в основном только одной пачкой бегал но зато он одним отрядом коницы там какое-то количество ферм снес то есть если бы он сейчас с археримами зачистил вот эти вот сочные фермочки и отправил еще пару отрядов коницы дальше фармить то у него был бы очень даже неплохой шанс на победу денег поубавилось у шаха давайте промотаем блин реплей всего 200 килобайт занимает хулион такой длинный ептить апгрейды сделал так фокус не выдержал он тоже в атаку идет сейчас обратно пойдет ну-ка нет да ну не может быть ну шаг же не пойдет обратно на базу вообще эта пачка может крепость нести к 100 но он все еще играет за ангмар который может заморозку ему не нужно возвращаться кондор может кинуть ремонт ему хочется архерим получить как как же вкусно шаг заморозку заморозку шаг ладно бывает бывает неужели шаг проиграет но это же бред сейчас рахерим кинет сюда это будет правильное решение хотя он наверное не успеет крепу спасти но с другой стороны он ее все равно не спас бы только выиграл бы время кинь рахерим я не понимаю зачем сюда здесь все схвачено он легко все может снести задавить бы эту армию лучников посносить требушет и останется качи он может заултить конечно но без ульты он уже ничего не сделает там прокаченные герои там рагорн уже 8 лев вот есть 6 6 нормально так да и боромер 7 боромер опять таки повторюсь он много дпс не внесет из-за того что он медленно бьет но он супер толстый он отбрасывает мы видели что качи все-таки можно бросить я был неправ и эта штука дает дохера брони у фокуса больше шансов на победу намного больше но в такой вот ситуации я уже не уверен креп устроиться ладно ну забавная пожилуха ладно из забавной пожилухи она превратилась в обычную но затем из обычной снова в забавную не все так плохо как я думал тем временем 15 очков в карманчике что-нибудь можно полезно еще взять интересно шнур шах это видит но видит ли он где креп не видишь но все равно сюда идет да он просто чекает ладно я думал рабочие там наверное они мимо друг друга проехали разошлись как в море кораблей как говорится ну возможно фокусу лол что он вернулся окей этого я не ожидал ну ка крепость сейчас будет а но мертвецы еще долго будут в откате ему нужно брать серую кампанию самый лучший скилл сейчас но армия ушаха покрупнее будет требушеты с апгрейдами по войскам неплохой урон тоже наносит плюс есть две ульты но фокус не вытащит эту стычку никак у него остаются одни герои шах снова на похуй использует все что у него есть гендальф погибает но так как нет прикрытия то фокус все же теряет свои войска божечки ну хотя бы мастер меча бы прожал и сопротивление бы он же тоже не прожал его да блин как-то больно на это смотреть если честно нихера я не понимаю что он делал он не прожал ни одно из своих обилок зато он призвал южные провинции чтобы забрать барак возможно он надеется что это последнее здание но это не так ну ладно у него будут челики серой компании скоро если он каким-то чудом умудрится набрать парочку очков если вверх пойдет то наберет денег у него нет но экономику он уже неплохую выстрел она просто не качена но я бы снова упрекнул шаха в том что он обилки тратит попусту но но он выиграл так-то единственный вариант для фокуса не проиграть сейчас это если шах каким-то чувством каким-то чудом пропустит эту крепу но чудо не случится тут еще лавина есть и все игра закончена на этом ничего не осталось что подведем итоги у фокуса было очень много шансов выиграть эту катку к сожалению он ни одним не воспользовался нужно было в самом начале просто сделать застройку с вышками и это был бы самый простой и работающий вариант всем спасибо за внимание берегите себя БВ